Православный словарь По материалам сайта Азбука Веры Неделя Неделя Древнерусское название воскресенье В большинстве славянских языков воскресенье называется неделей То есть днем, когда, не делают, не работают Согласно четвертой заповеди, шесть дней работы и делай всякие дела твои А день седьмой, суббота, Господу, Богу твоему, не делай вон и никакого дела Прилагательное, недельный, значит, воскресный Выражение, в недельный день, означает, в день воскресный Неделя в современном понимании в церковно-славянском языке имеет название – седмица В церковном календаре каждая неделя имеет свое наименование Целомудрие Целомудрие – это добродетель, непорочность, нравственная и телесная чистота, девственность и благоразумие То есть это внутренняя чистота человека, цельность его помыслов и поступков, которая не обусловливается внешними факторами И такое целомудрие, в высшем значении этого слова Признается в христианстве одной из важнейших личностных добродетелей Подлинное целомудрие возможно не иначе, как при соблюдении требований Божьего закона, при послушании Богу И оно достижимо лишь в случае освобождения человека от плотских страстей, через отвержение от мирских похотей и нечестия Живот Живот В русском языке есть хорошо известное выражение Не щадя живота своего В православии это слово означает Жизнь И весь живот наш Кресту Богу придадим Жизнь человека состоит из двух этапов Временной, земной И вечной, небесной Физическая жизнь человека начинается с момента зачатия Духовное рождение Приобщение к духовной, вечной жизни с Богом С момента Таинства Крещения Источник жизни человека, Бог Цель жизни человека Обожение Живой образец и пример Бога воплотившегося Христос Иисус Для гармоничного развития и исполнения цели своей жизни, человек должен поддерживать жизнеспособность не только тела, но и души Он должен уяснить, что нетелесные желания должны руководить душой, а душа должна руководить телом Утешение Утешение, православие, это воздействие божественной благодати Святого Духа на подвижника, результатом которого является неизвеченный мир и радость в его душе Духовное утешение христианина свидетельствует и его причастности Царству Божьему, которое не приходит внешним образом А пребывает внутри человека Есть праведность, и мир, и радость, во Святом Духе Монастырской жизни под утешением может также пониматься уставной и разговорный термин, означающий Праздничную трапезу, более богатую и разнообразную, чем обычно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова